Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о нашей самой большой ошибке за последнее время. Это наши краснеющие минералы. Я в течение двух последних лет уверенно декларировала, что они будут уходить, не меняя оттенка. То есть постепенно бледнеть и уйдут. Через полтора года у вас будет чистая кожа. Я так говорила, потому что я действительно сама была в этом уверена. Как я стала такой уверенной? Во-первых, мы очень долго и тщательно выбирали сырье. И сейчас я вам покажу наш склад. К вопросу о выборе поставщика. Мы очень долго выбирали. У нас был выбор между китайскими, индийскими, какими-то еще и европейскими производителями. Мы выбрали европейца. Мы выбрали завод с именем. Он называется Сенсиент. Это французская, это не завод даже, это корпорация, которая занимается очень уже долго всевозможными красками. У нас склад забит их продукции. И мы выбрали их, потому что, во-первых, мы думали, что раз это французский производитель, то есть европейский, это значит, что у нас не будет проблем с рич-сертификацией. Это значит, что они уже априори чище и качественнее, чем остальные производители. Потому что к китайскому сырью все относятся, ну так. Мы его как-то даже не рассматривали. И стоит это сырье намного дороже, особенно то, которое защищено. Я сейчас вам покажу. Важный момент. Мы не меняли партию сырья. То есть нельзя сказать, что вот какая-то часть заживает не меняет цвет, какая-то часть заживает теплее. Потому что, наверное, сменили сырье. Мы сразу купили полный объем, очень большой. Здесь у нас куча даже еще нераскрытых ящиков есть. Покажу цвета. Ну вот, например, вот у нас прекрасный желтый оксид железа. Такое чудесного горчичного цвета сырье. Сейчас я буду как кучушка. Которого на самом деле очень много. Мы не собираемся менять поставщика. Потому что все-таки действительно эти краски очень красивые, очень кроющие. И мы прошли, проделали огромный путь, чтобы понять, как именно их диспергировать. Такие вот прекрасные цвета, блин, в огромном объеме. Мы запарились и купили их сразу с запасом. Вот есть такой прекрасный коричневый цвет. На самом деле это тоже, это смесь черного и красного цветов. Но с ним тоже очень классно создавать цвета. Видно вот, да? Разные оттенки я имею в виду, потому что не всегда хватает черный оксид железа. Вот это не карбон-блэк, это чистый черный оксид железа. Потому что наши минеральные краски, вот здесь написано, можно загуглить и почитать, и понять, что это чистый оксид железа. Потому что в наших минеральных красках нет ни грамма сажи, нет вообще карбона-блэка. Потому что на самом деле все проблемы гибридов, как считается, ну и в принципе, наверное, так и есть, от карбона, потому что он из кожи не уходит, потому что именно из-за него со временем брови выглядят холоднее. Поэтому я посчитала, что не может быть в минеральной краске карбона. Плюс мы не добавляли и не будем добавлять хром, потому что некоторые производители хром добавляют как контур. Например, я покажу потом, дальше вы увидите работы. И есть риск всегда, что вот эта зелень останется. Если совершится ошибка, у мастеров не будет возможности удалить лазером, потому что хром не удаляется, он очень тяжело удаляется. И есть такие бренды, которые на хроме просто обожглись очень жестко, вообще накосячили. И пол, не знаю, пол Ростова ходит с зелеными бровями, потому что был добавлен хром в микс. И мы этого избегаем. Мы продолжаем работать над тем, чтобы улучшать наши краски. Но пока работаем с тем, что есть и не боимся. По моим воспоминаниям, когда я работала минералами 10 больше лет назад, они примерно через месяцев 6-10 становились прямо красными. Насыщенно красными, оранжево-красными, такими холодно-розово-красными. Ну, это зависело от цвета, которым ты работаешь. Это была Аква, Фейсенбоди, Дерма, по-моему, если я не ошибаюсь. Они безумно сложно вносились в кожу, прям ужасно. Остатки были очень маленькие и очень яркие, вот такие красные изменения цвета, спустя небольшой промежуток времени. Поэтому я про них благополучно забыла и много лет работала гибридами, пропагандировала это. И до сих пор, я считаю, гибридные краски, это, наверное, лучшее, что может быть на лице у вашего клиента и в плане работы, и в плане точности внесения и все такое. Но последние, не знаю, лет, наверное, 4-5 новую волну начали набирать минералы. Так как у нас есть вот такая прекрасная лаборатория, в которой работают химики и технологи, она за вашей спиной. Вы в любой момент можете прийти и посмотреть, как это выглядит. Потому что мы первые в России прозрачное производство пигментов для перманентного макияжа. Я подумала, если люди хотят, если рынок просит минеральных пигментов, то есть чистые неорганики, мы тоже должны это сделать. И мы озаботились. Мы выбрали поставщика того, о котором я говорила. При выборе поставщика мы ориентировались на то, будет ли там защита. Потому что нынешние минералы, они все-таки другие. Они защищены от вот этого быстрого окисления, превращения черного и желтого цветов в такой красный. Тот самый, который нам всем не нравится спустя время. Чтобы убедиться в этом, наши новые вот эти вот краски, которые мы создали, причем мы их создавали достаточно долго, в течение, наверное, полутора лет примерно, куча была опытов, куча покупки нового оборудования. Это горячее диспергирование, это всевозможные десольверы, работа в вакууме. Короче, очень много всяких ноу-хау для того, чтобы пигменты стали кроющими. Потому что вторая проблема – это невносимость пигментов. То есть они краснели раньше, минералы, и очень сложно вносились. То есть ты реально полтора часа ковыряешься на одной брови, там еле видный какой-то остаток после заживления. И мы сделали так, чтобы наши краски стали максимально кроющими. Потому что я вот помню, если кто-то работал 10 лет назад вот этими пигментами типа Face and Body, Aqua, они, когда их выдавливаешь из пузырька, они просто как густая-густая сметана вот так накладывались в мисочку, и ими было невозможно работать вообще. Они не вносились в кожу, в том числе потому, что они были как каша какая-то густые. Их приходилось разбавлять, соответственно, менялась концентрация. Потому что все знают, что лучше всего в кожу вносятся пигменты консистенции гибридов, когда они как сливки какие-то вот текучие, подвижные. А это была каша, которая вообще не вносилась. И мы, применив невероятные усилия, потратив кучу времени и денег, мы создали краски, которые действительно вносятся практически как гибриды. Идеально, при вот этой вот жидкой консистенции. Это наши вообще ноу-хау все сплошные. Но, естественно, по воспоминаниям моим о том, что пигменты краснеют, я сказала, нам нужно их исследовать на визерометре. И мы отправили в питерскую лабораторию наши краски, наши выкрасы, где они в течение 100 часов облучались в этом аппарате. То есть визерометр – это аппарат, который имитирует полный солнечный спектр для того, чтобы понять, как ведет себя тот или иной цвет, краситель под воздействием солнечных лучей. Потому что там, я не могу сказать, ультрафиолет. На самом деле, если вы копнете глубже, ультрафиолет влияет на то, чтобы разрушалась структура материала. Например, пластик становится желтым и хрупким. Ксеноновое излучение, оно влияет на то, чтобы цвет выгорал, чтобы он менялся. И я несколько раз мы отправляли наши краски на это исследование для того, чтобы понять, как они себя ведут спустя время. И вот пришла вот эта наша палитра. Спустя 100 часов облучения – это равноценно 3 годам солнечной инсоляции на юге России. Мы подумали, что этого достаточно. Изменения были вообще минимальные. Они немножечко потеплели, но никто не покраснел. И вот я убедилась, что наши краски работают. И потом вот эти миксы все уже мною созданы, потому что я же художник профессиональный, вы помните. То есть я создала очень красивые цвета с говорящими названиями «От блондина до брюнета». В течение года мы их тестировали на людях. То есть реально мы подготовились. То есть я реально заморочилась, чтобы краски были по-настоящему кроющими, чтобы они не были такими же некачественными, как когда-то те, которыми я работала в начале своей карьеры. И после года испытаний всех цветов на разных типах кож, вот здесь у нас в Краснодаре, есть в лаборатории на втором этаже, у нас есть постоянно работающий мастер-тестировщик. Она все наши новинки тестирует. Начали возвращаться модели спустя год, у которых остатки были почти никакие, вообще нулевые. Красноты ни на ком не было. И после этого только мы выпустили наши краски. То есть меня обвинить в том, что я знала, что они покраснеют, и усердно их продавала, но это совершенно неправильно. Во-первых, вы все знаете, как мы трепетно относимся к тому, что говорим. Мы никогда не врем, свои ошибки признаем, если уж мы их совершаем. Я была абсолютно просто действительно уверена, потому что А. Это крутой производитель. Б. Это испытание на визерометре. И С. Это тестирование пигментов на людях в течение года. И мы увидели зажившие, пришедшие на обновление все цвета, и мы их выпустили со спокойной душой в продажу. Наши минералы очень многим нравятся, очень многим зашли. И вот здесь сейчас рядом со мной появятся цвета, которые нам начали присылать спустя полтора года использования. Это цвета мастеров просто из чата, которые по пигментам... Чат по пигментам, куда просто люди, которых я даже не знаю, которые пользуются нашими красками, они их сбрасывают. Кто-то меня обвиняет в том, что я вообще как я могла, я наврала. Наши цвета краснеют и выглядят безобразно, и клиентов там люди лишились. Тут есть куча цветов от наших амбассадоров, например. Волоски, которые выглядели сразу после зажившие достаточно холодными, а спустя примерно полтора года они потеплели, и цвет стал красивым, благородным, коричневым. Да, они действительно потеплели. Оттенок изменился. И я вообще совершенно не отрицаю, что цвета есть, которые потеплели. Есть и розоватые, есть и оранжеватые. Это 100% не те же самые цвета, которые были спустя несколько месяцев после аквы у меня лично, когда я ею работала, потому что там было очень ярко и контрастно. Но тем не менее я понимаю, что цвета действительно теплеют. Что странно, мне пишет небольшое количество людей, которые тоже используют минералы, эти же самые цвета, и они у них вообще не изменились. То есть я не понимаю, как это работает, потому что у какого-то количества людей, ну небольшого причем, вот на самом деле работы, которые сейчас появляются вокруг меня, это все работы, которые на данный момент, спустя практически два года нам прислали. И получается, что у какого-то количества людей теплеют незначительно брови, у какого-то количества людей они вообще не меняются, уходят бесследно. Мы собрали консилиум с нашим химиком и с нашим другом и товарищем Виталием Микрюковым, который является специалистом по лазерному удалению, по поведению пигментов кожи. В принципе, он кандидат медицинских наук, он как бы знает все о физиологии, химик знает все о химии, я знаю все о цветах. И мы долго думали, ломали голову, что же это может быть. Визерометр показал нам исследование, что на самом деле наши цвета являются очень светостойкими, действительно. То есть нет такого, что, например, красный суперстойкий, а желтый и черный нестойкий, они выгорели раньше, остался один красный. Ну как бы сначала мы подумали так, что нас, может быть, обманули или что. Потому что светостойкость у пигментов, она определяется у всех, ну какой-то диапазон. То есть в диапазоне каких-то тысяч часов находятся цвета, которые очень светостойкие. Там сотен часов находятся цвета, которые имеют среднюю светостойкость и там совсем быстро выгорающие где-то там в хвосте. И наши все с очень высокой светостойкостью, с максимальной светостойкостью краски. Естественно, мы выбирали, чтобы краски были с одинаковой светостойкостью, потому что все наши минеральные, черные, коричневые, красные, желтые, они все с одинаковой светостойкостью. Но тогда возникает вопрос, почему у кого-то цвет меняется, у кого-то цвет вообще не меняется. И мы подумали, это версия Виталика Микрюкова, мы подумали, что мы все с вами вертикальные лужи, да, мы все вертикальные лужи с разным немножко составом, с разными процессами, которые в данный момент идут в организме, с разной скоростью метаболизма, ну, обмена веществ, с разным образом жизни. И получается, что у некоторых людей пигменты окисляются до своего первичного состояния, на самом деле вы должны понимать, что черный-желтый цвет – это цвета, из которых оксиды железа стремятся вернуться в красный, потому что это для него естественное состояние. Черный-желтый – это уже при помощи химии, какой-то физики, температуры и так далее, их делают вот такого цвета. И они всегда стремятся вернуться, да, в состояние красного оксида железа, но они защищены в нашем случае, потому что опять мы выбрали европейского производителя, у которого в 4 раза дороже стоят вот эти цвета, чем во всех других местах, именно потому что они защищены вот от этого окисления. Тоже, да, почему я была уверена. Версия Виталика Микрюкова, что в некоторых кожах, вот из-за состояния организма и каких-то особенностей, пигменты окисляются чуть быстрее, до того времени, когда они уже выгорят и уйдут полностью. То есть есть такая версия у нас. Нет исследований, вообще, если вам кто-то скажет, что там кто-то утверждает, что у него там абсолютно нет исследований на тему того, почему оксиды железа в коже краснеют, с какой скоростью они будут краснеть и так далее. Это только наши догадки, вот мы их выдвинули. Получается, что если пигмента в коже много и он внесен на большую глубину, как в принципе и в гибридах, да, когда они сереют, здесь получается немножко по-другому, то они там находятся дольше и успевают окислиться. То есть примерно через полтора-два года есть вариант, что некоторые цвета окислятся и потеплеют. Опять, если работать максимально поверхностно в правильном слое кожи, то минералы уйдут полностью, не изменившись. Либо, если они носятся чуть дольше или состояние организма такое, что что-то там влияет на цвет так, что он теплеет, ну то есть окисляется до своего вот этого ржавого состояния, до красного оксида железа, то получается будут незначительные вот такие остатки розового или какого-то оранжеватого цвета. Конечно, не идущие вообще ни в какое сравнение с тем, что было 10 лет назад, потому что все равно придумали вот эту защиту и она работает. Также абсолютно легко меняется цвет при помощи лазера, то есть это инверсия, это прям чистая инверсия, когда меняется валентность оксидов железа при помощи лазерного воздействия и все розовые, оранжевые, желтые какие-то остатки, которые там могут появиться спустя время, они становятся такими песочными, коричневыми и просто можно продолжать дальше их носить, либо обновляться, делать их ярче, если они повледнели. Поэтому мое мнение такое же, как и раньше, я трепетно люблю гибридные краски, я работаю в волосках, в принципе, только гибридами, я даже не пробовала за это время минеральные краски, не удосужилась, но наши минеральные краски вообще одни из лучших на рынке, как я считаю, вообще лучшие, потому что они самые кроющие сейчас на данный момент. Незначительно теплеют абсолютно все минеральные краски, судя по тому, что я в открытом абсолютно доступе нашла у Контура, например, Контур, это наш самый давний конкурент по минералам, наверное, это вообще первые краски минеральные, которые появились на рынке в России, наверное, года за три до нас, и просто в открытом доступе в их чатах по пигментам, можете сами залезть посмотреть, найти эти все работы, выкладываются вот обновления, и там рыжина, вот обновления бровям, им полтора года, там краски показаны, то есть вот эти все обновления, которые вы сейчас видите на экране, они вообще ничем не отличаются от наших, такое же незначительное, вообще не страшное потепление, которое очень легко перекрывается вообще любым цветом на обновлении, просто, может быть, надо клиентов звать немножко раньше, чтобы краска не успевала измениться, и чтобы вы уже сверху перекрыли, или сделали легкую лазерную корректировку цвета, и потом опять перекрыли эту работу. Если у вас есть желание работать с минералами, продолжайте ими работать, не бойтесь, потому что действительно изменения не катастрофичны. Я вижу, что минералы теплеют, я все еще не могу утверждать, почему они теплеют, потому что на какой-то части людей они немного теплеют, на какой-то части людей они просто полностью в ноль уходят, и об этом написало мне прям очень большое количество людей, и это я наблюдала у себя от нашего мастера-тестировщика. И получается, что как и у контура, так и у нас, вот это незначительное потепление, оно происходит, и просто вам нужно работать сверху, ну, либо немножко корректировать лазером. Поэтому бояться не стоит, покупайте, работайте минералами, особенно если вы совершаете ошибки по форме, особенно если вы новичок. Минералы все-таки лазером удаляются действительно очень хорошо, практически до чистой кожи, гораздо быстрее, чем гибридные краски. Вот такой наш факат. Честно говорю, что была моя большая ошибка говорить абсолютно уверенно на 100%, что они вообще не изменятся. В свое оправдание могу сказать, что, ну, действительно, дорогой поставщик, действительно исследование на визерометре, действительно тестирование в течение года. Надо, наверное, было в течение полутора-двух лет, тогда бы мы отследили. Но в течение года все, кто пришел заживший, все пришли просто выцвесшими бровями, практически с пустой кожей. А вот никогда больше не буду, клянусь, зуб даю, утверждать абсолютно что-то, потому что мы все настолько непредсказуемы, потому что наша кожа – это настолько неведомое нечто, в котором совершаются такие процессы, которые никто не исследовал. Я имею в виду, во всяком случае, то, что касается татуировок, то, что касается изменений красок перманентных и все наши догадки. То есть, вот как меняются гибридные краски и в чем разница? Да, гибридные краски какую-то часть людей замучили тем, что они со временем становятся серыми. За счет чего это случается? С моей подачей вы теперь все знаете, что это эффект тиндаля. Чем глубже лежит краска, тем она холоднее выглядит. Но также в гибридных красках органика выгорает чуть быстрее, чем черный. Черный вообще в принципе не выгорает, и сажа, она из кожи, можно сказать, никуда не денется со временем. И получается, когда вот наша коричневая краска – это черный, желтый и красный в каких-то пропорциях. И получается, когда желтый и красный выгорают, уходят, это как вот те баннеры на улице. Получается, что остается только там черный, и появляется легкая серость. И если вы поработали плотно и глубоко, то тем серее будут брови, чем они глубже и плотнее лежат, и краски чем больше. В минеральных красках немножко по-другому. То же самое, они меняются незначительно спустя время в теплый оттенок. И чем плотнее и глубже вы поработали, тем дольше будет находиться краска, потому что она может и два года, и три находиться. Потому что я видела тоже минеральные пигменты, которым три года, и они все еще достаточно хорошо видны. Но за это время краска, скорее всего, успеет окислиться и потеплеет. Поэтому вот такие пироги у нас, получается, две краски на рынке. Они не плохие, они не хорошие, просто есть такая данность, что краски со временем меняются. Чего-то абсолютно постоянного вообще, в принципе, нет. Особенно, если это касается живого организма, в котором и так идут постоянно всевозможные процессы. Поэтому выбирайте краски в зависимости от того, как вы работаете, в какой технике вы работаете, какого результата вы хотите достигнуть. У вас должны быть, естественно, скорее всего, по моему мнению, у вас должны стоять все краски и минеральные, гибридные, чтобы вы в зависимости от задачи могли работать той или иной краской. Если вы мастер, который совершает ошибки, работайте минеральными красками, потому что их проще удалить. Если вы опытный мастер, например, работаете в волосках и хотите добиться фееричных работ, работайте гибридными красками, то есть органикой, чтобы ваши работы вас радовали и были красивыми. Всем спасибо. Пишите свои комментарии, пишите, как у вас ведут краски себя спустя время. Нам очень важна обратная связь. И если вдруг вы все-таки решите не работать нашими минеральными красками, напишите поддержки, мы поменяем их вам на гибридные краски по первому вашему требованию. Вот такие мы молодцы. Всем пока.